Моуч автор вместо битвы. Это персональный, индивидуальный бренд за 50 дней. А знаете, кто получит подарок? Тот, кто быстрый и у кого в одежде есть, ну, по максимуму, типа, много цвета, но хотя бы, в принципе, есть цвет, давали вот этот вот. Вот кто сейчас подойдет? Ага. Это вам? Заполните и дайте мне обязательно этот корешок руки. Получите все материалы, мультимедийно. Давайте поздравим. Спасибо. Спасибо, спасибо. А сейчас делаем маленький эксперимент. Как раз все дособерутся, эксперимент очень короткий, как раз анонсируем мой мастер-класс. Он о честности и о поднятии руки. И такое вам важно открыть, поднять руку и посмотреть на тех, кто еще поднял руку. Я попрошу поднять руку тех, кто работает, у кого есть работа. Можете поднять руку? И удерживайте ее. Это не медитация Ошу, она... Мы недолго будем держать руку. Опустите руку только те... Кто работает, поднимите руку и удержите несколько секунд. Удержите руку, а опустите только те, кто единственный в своей профессии. У кого нет вообще ни одного конкурента. Даже если побуглить, и никто другой ничего похожего с вами не делает. Вот допустите. У кого работа, где есть какие-то конкуренты, оставьте, пожалуйста, руку на несколько секунд и все. И теперь такой вопрос. Опустите руку те, кто не старается в своей работе. Кто не прикладывает качество, кто не развивается. То есть кто не профессорал, опустите руку. А кто считает, что он в профессии старается и дает качество, оставьте. И посмотрите только на дружку. Ну то есть это не одна рука, правда? Рук много. Спасибо вам большое. Спасибо. Теперь можно всем опустить. Это о чем? Что мы живем в принципе в бег конкуренции. Когда конкурировать по поводу качества, это вчерашний день, это должно быть по определению. Конкурируйте сейчас по своему внутреннему состоянию. К вам приходят ваши клиенты, которые с вами резонируют по вашему внутреннему состоянию. И мой сегодняшний мастер-класс, а я ювелир талантов, сегодня посвящен тому, как прояснить, какое состояние вы транслируете, какое состояние клиенты потенциально ваши стремятся получить. То есть на какое состояние они бы пришли. И насколько это сочетается. Мы будем вместе на разных аспектах. И с внешней стороны, и с внутренней. Будет практика, будет интересно, интерактивно. И разыграем еще одну такую программу среди тех, кто придет. Спасибо. Приходите к Танилариной. Спасибо. Честный человек. Яровая Оксана. Психолог, культуролог. Мастер-класс. Организация гармоничного пространства. Асташкина Марина. Асташкина. Доброе утро. Мой мастер-класс называется «Любовь, свобода, одиночество». Кто хочет поисследовать, какой он в любви, какие страхи испытывает в одиночестве, пообзаимодействовать с партнером. А что будет дальше, я расскажу. Приходите. Беляева Елена. Психолог, гештар-терапевт, супервайзер. Здравствуйте. Мой мастер-класс называется «Анфикологическое значение вырастных посвящений». И я хотела бы рассказать о том, что технологии известны, что есть политические периоды в взрослении ребенка, но они являются каким-то призами и переживаются очень сложным. В возрастных лет, когда у них были со своими взрослыми, или родственные возрастные, или сравнение, получение. В ситуации, когда в традиции использовалась практика и возрастных посвящений, эти переходы осуществлялись несколько иначе. И вот в этой теме я хотела бы пастер-класс. Прямо информационного наполнения полагается также индивидуальная и легковая уроки. Приходите. Доброе утро, Дамали. Всех рада видеть. На моем мастер-классе «Управление и своим временем» мы будем рассматривать те инструменты, которые помогут максимально распланировать свой рабочий день, максимально делегировать обязанности и будем успевать все, что мы запланировали. Жду на своем мастер-классе. Доброе утро всем. Ольга Лисицкая и Дмитрий Лисицкий. Ольга Лисицкая – художник в источной анимации, и Дмитрий Лисицкий – директор в источной анимации. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу начать с того, что очень благодарю каждого из вас за то, что вы создаете такую теплую атмосферу. Здесь действительно много, столько света и вдохновения. И Дима вообще, его сложно отсюда увезти домой просто. Он как все, ребенца остаться ночевать. Я приглашаю на мастер-класс по источной анимации. К сожалению, немножко ограничено по количеству человек, всего шесть человек, но я думаю, что жизнь позволит, и мы проведем 8-го числа еще один. Мы порисуем, попробуем что-то, поговорим о кусочке. И даже если вы думаете, что не умеете рисовать, но вам это очень нравится, я приглашаю, жду, и мы вместе что-нибудь обязательно скажем. Спасибо. 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 И мастер-класс будет здесь. Сергей Оголевать. И Кс-Сарий Оголевать. Айманов Константин Валерьевич проживает на танцплощадке. Можно туда прийти, и он вам сделает балансировку по ушаримонку. Еще одна балансировка по ушаримонка. Первый тренер, который завелся на фестивале с боями, с замечательной динамической медитацией, с руками факела Игорь Кахуля. Добрый день. Здравствуйте, товарищи. В точной радости. Видеть, вижу много знакомых глаз, много новых, тоже замечательно. Я традиционно привожу все тот же самый, как и 10 лет назад, тот же самый мастер-класс «Пой, как инструмент динамической медитации, проводимый для балансировки правого и его полушария головного мозга с целью повышения креативности сознания». Вот такое сложное название, которое означает, что мы будем... Во-первых, чем мы не будем заниматься? Мы не будем заниматься шоу. Во-вторых, мы вроде как и не очень-то физкультурой будем заниматься. У нас будет телесно-ориентированная практика. Довольно сложная для понимания. Это нужно для чего? Для того, чтобы ваша голова в какой-то момент заклинилась, сломалась и ничего не понимала. Вот пускай отдохнет, потом лучше работать будет. Получите много удовольствия, откройте в себе огромное количество новых ощущений, способностей, получите ресурсы, куда их направлять. Сами решайте. Будет много счастья и радости. Пожалуйста, приходите. Буду очень радовать вас видеть. Правда, один нюанс еще. Мне нельзя будет попробовать с середины. Приходите, пожалуйста, сначала. Вот там вот, на перекрестке. Я вас всех жду. Спасибо большое. Ну и сейчас, после объявления от Редро. О, вы все-таки доехали. Это хорошо. Я уже досал. У меня с России не доехало два человека. Я вас надо видеть. Что вы все-таки пробрались. Тайцзи Цюань. Работа с Духом. Непрерывность осознанного действия. Умение наполнить и гармонизировать себя полезными знаками окружающего мира. То есть, всегда находиться в нужном месте и в нужное время. Если вы не владеете этим методом, вы не можете взять то, что наполнит вас и создаст гармонию. Оно будет или лучше вас, или хуже, чем вы есть. Если вы пройдете сквозь эту стену через дверь, вы расширите свое восприятие и попадете в нужное место и в нужное время, где будет проходить мастер-класс по Тайцзи Цюань великому искусству совершенствования тела и души человека. АПЛОДИСМЕНТЫ Касим Джаниль Мустафьевич. Сейчас подойдет. Кривонос Сергей, Кривонос Тавана. Нет, я, Галина. Милищенко Арина Александровна. Харламов Владимир Александрович. Всем-всем добрый день. Я вас приглашаю на терминическую медикацию, для того, чтобы немножко расструсить тело, запустить восстановительные процессы и убрать еще остатки шлаков токсина в вашем теле. На синем квадрате. АПЛОДИСМЕНТЫ У них еще есть нам тренажер, провела такая штука, знаете, как он в средневосточных пытках растягивает вас на веревочках в четыре стороны. Кривоносички, хрустяк, там. Кричать, начинайте, соглашайтесь, но все. Это очень полезная практика. И есть такое гвоздь. Я вчера полежала на гвоздях. Так рано было вечером в кроватку, потом лежу. Потом нужно лежать 45 минут на спину. Полежишь 5 минут, 10 минут. И будет все хорошо. Я-то полежала, да, действительно. Немножко спина привыкла, но потом мне чхать начало. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Джамиль пришел. Джамиль, очень хороший мастер по иглоукалыванию. Врач. Здравствуйте. Я более 10 лет назад приехал из Сирии. Я получил медицинское образование в Харькове и работаю хорубом в четвертой отложке. Я вас приглашаю на мастер-класс по иглоукалыванию. Я, значит, буду вам рассказывать проекцию органов, где у нас находятся на руках и на ногах. И что с ними надо делать в ретей, ретей заболеваниях. Если у кого-то что-то болит, я вам гарантирую, вы ведете с мастер-класса, у вас ничего не болит. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Сербер. Здравствуйте, друзья. Я привез основное. У меня две школы информационного развития за плечами. Сегодня хороший 14.30 основной плечевой мастер-класс. Я рекомендую. Дал алгоритм развития заболевания. Где и как информационные вещи влияют на наше здоровье. Это ладно. Сейчас я объявился, что меня попросили попрактиковать в биолокацию. Какой принцип, как это работает. Приходите и с учетом полярной и наосной медицины. Спасибо. Сербер будет в 11-е. Травник Виктор Пандеренко. Постоянно водит участникам лес. Вводит и водит. И приложим. Главное, приложим. Товарищи, в подчастие из случаях уже подходят, чихают. То кашли, подходите, не стесняйтесь. Наливаю крышечку и выздоравливаю. Сегодня по территории, через территорию показываю, потому что интересно, какое растение, чего помогает. Родители. Ну а завтра или послезавтра снова пойдем после родителей. Сегодня у нас полоска числа. Спасибо. Можно тренер подслабить, сейчас присоединиться. И на самом деле вот Квозди и вот эта вот растяжка провела, очень хорошая штука. Только сначала на батаринку идете за восточкой, чтобы не чхали. А потом туда. Отлично вообще. Вы расслабляетесь, я даже за слово. На хвостик. Александр Бараньков. Добрый день. Сегодня отличная погода для скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба это ходьба вот с такими палками. Хитрость ее в том, что при этом виде ходьбы задействуется до 90% мышц всего тела. Эта ходьба прекрасно тренирует сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему. И позволяет очень быстро избавиться от остеохондроза во всех отделах позвоночника. На этом наступлении мы потребуемся в технике скандинавской ходьбы. Мы выполнили комплекс специальных упражнений, тоже с палками. А потом совершили небольшую прогулку, экскурсию в подлесностях этой базы. Проходите, жду вас на стекло. Спасибо за внимание. Я у него проводил занятия по ЦИГУН, а теперь освободилась комната. Если кто хочет, можете задать. Спасибо. Я имею в виду в его редакции, в том Харькове живет. Очень хорошая комната. Просьба за ленточки не ходить со скандинавской ходьбы. Там есть ленточки, в сторону первого корпуса, туда ходить нельзя. А там ленточки. Сергей Оголевец, федеолог украинского музычного проекта. Доброго дня. Сегодня музычная дегустация. Классичная, трехгодинная, практичная. Музычная майстерня. Запрошу. Денадцатая комната. Вадим Ниясов. Добрый день. Я врач-нарколог, психотерапевт. Работаю уже около 15 лет. Я на самом деле трудной категории пациентов. Это людьми с ним зависимо, сделано наркозависимым. Последние несколько лет работу нескольких реабилитационных анкологических центров города Киева провожу групповую психотерапию в методе психодрамы. Кто знает, психодрама – это классический метод групповой психотерапии, основанный, я пропустя, в котором не просто обсуждаются, отговариваются проблемы, а эти проблемы, болезнь и переживания проигрываются, демонстрируются, отыгрываются на сцене с помощью других участников группы. В основе психодрамы – это спонтанность, креатив, нахождение новых решений и путей. Кому интересен этот метод, кому интересно поисследовать свои собственные привычки и пристрастия, исследовать край между привычкой и зависимостью, а также познакомиться с некоторыми эффективными техниками работы и с алкогольной зависимостью, табакокурением, лишним весом, возможно, эмоциональной зависимостью, приглашает на свой мастер-класс. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Шестидесятая, это основная надежда Новосельская. Все время заказывают и заказывают у вас. Добрый день, друзья. А теперь внимание. У меня тема, как управлять внутренние ограничения, на всех уровнях – физическом, психическом, эмоциональном, духовном, чтобы получать больше денег. Вы знаете, прекрасно, что денег очень много в мире, но только почему-то не все и получают столько, сколько хотели бы. Для кого деньги важны в мире? У вас лично, в вашем мире важны. А теперь смотрите, первый признак, что вы будете делать сейчас – аплодировать с благодарностью тем, кто выступает на сцене. Таким образом вы посылаете благодарность, любовь и уже сексами, тянете деньги. Да, да, да. Это причина – это иная связь. Это было не физически, совершенно верно. Если кто-то не успевает попасть на мой мастер-класс, который будет в 14-м кабинете, сегодня в 5 часов уезжаю, то я понимаю, что очень много классных тренеров. Я сама распыляюсь, хочу попасть туда, туда, туда. И я вас очень понимаю. Поэтому кто-то не успевает упасть ко мне, просто возьмите мои визиточки данные, а мы сейчас будем в 14-м кабинете. Будем разбирать уроки сразу на практике, на физическом, психическом, эмоциональном и духовном блоке медитации в том числе. Спасибо, Надежда Новосельская, психология и психология. Константин – создатель, организатор Харьковского фестиваля огня, огненный проект «Интига». Всем привет. Сегодня у нас будет мастер-класс. Будем крутить пои на полянке, там, где кафешка «Ом-ном-ном». Приходите, научу вас крутить пои и некоторые элементы покажу, которые у вас сразу получатся, у большинства, я надеюсь. Еще у нас есть вкусные ништяки там и всякие лаваши. Много чего вкусного. Сейчас Паша вам расскажет. Ребята, здесь вот такие грубенькие шарики находятся. Можешь попробовать? Да. Не, 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 вот это мы сами делаем. Да. Это очень вкусно, сытно и полезно. Одним шариком можно вместе с этим кофе. Наесться прям на везде. Серьезно. Подходите, берите. Вы таким образом вносите вклад в наше развитие, в развитие нашего движения, в нашей пессорки. И, в общем, радости, жизни, любви. Ребята, подходите. Приходите, приходите в пои обязательно. Да, вкусная штука. Пятый угол. Пятый угол. На пятый угол пошел, за одну штуку. Доброе утро, Тавалик. Экстренная психологическая помощь, пятый угол. Для тех, кто еще не знает, если вам стало на мастер-классе плохо, нехорошо, душевно, вы можете обратиться в индивидуальный порядок с психологом, с психотерапевтом, поговорить об этом, проработать, завершить свои состояния. Это важно. Что я хотела сказать, учитывая, что очень много людей в пятом углу, сейчас уже рекордное количество, вчера был индивидуальный рекорд 17 человек, вчера пришло в пятый угол. Пожалуйста, следите за своим состоянием. Не ходите на 4 мастер-класса в день. Понятно, что время дорого. Сходите погрудить поик, кости. Или сходите на массаж. Разбавляйте какие-то тяжелые мастер-классы легкими, пожалуйста. И если вы вышли с тяжелого мастер-класса и чувствуете, что вам не то, что в пятый угол, но как-то нехорошо, тяжело, устали, напряглись, сильные переживания, заботьтесь о себе. Съешьте вкусную вкусняшку, покачайтесь в гамаке, поднимайтесь с людьми. То есть заботьтесь о своем состоянии. Оно важное. А то потом все придете ко мне. Это угроза. Да. Угроза. Так, там заявление. Дмитрий. Доброе утро. Ребят, есть новость, но это правда неприятное. Не извините, конечно. Пожалуйста, вещи нигде не оставляйте. Будьте бдительны. У одного из волонтеров пропал хорошо вчера. Так что, будьте аккуратны. У нас внутри начальника франы. 609-я. Глеб Зюба. Сделает вам хорошо. Здравствуйте. Я в очередной раз один на сцене, но нас в очередной раз много. Да, мы 609-я мастерская. У нас много разных массажистов. У нас вкусный травный чай. И у нас же там мастер рисунков Ной. Если кому-то будет желаться приятного, приходите, сделаем. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...